тысячи в неделю делают нормально можно устроить себе и мне кажется для иммигранта идеальная работа одна из основных причин почему я должна покинуть это работа это я знать не знала я когда на обучение было только тогда узнала что оказывается проблема номер один для делили это собак блин оказывается точно в америке любит животных еще знаешь мне так нравится пишет там когда заказ выполняешь и еще комментарии от клиенты допишет не бойтесь а типа на территории прапорте есть собака она френдли френдли может для тебя на френдли но это не значит для меня на френдли короче один раз я вообще хорошо попала меня прям сильно не покусали но у меня почти там на меня напали я такая думаю френдли после этого я очень с опаской относилась потому что идешь идешь и неизвестно откуда вылетает бежит на тебя и не поймешь она тебя укусит или она тебя будет с собой играться чаще всего конечно играются но агрессивные собаки ты тоже есть вот и это проблема и это затрудняет твою работу потому что если возникает какие-то трудности посылку то надо доставить правильно потому что пришел и не просто ее бросил есть перечень правил по которым ты должен работать и вот так просто без без ответственно без ответственно относиться к посылке ну как бы один раз тебе дадут напишут репорте там что ты некачественно выполнил свою работу второй раз третий на 4 тебе скажут до свидания потому что все все отслеживается там не получится но один раз ты что-то украдешь один раз что-то ты неправильно выполнишь на амазоне построен так система то что ты вынужден качественно работать понимаете и это классно поэтому там как-то начиная вот как-то так построена хорошо работа очень-очень слаженно что ты короче хочет хорошо будешь работать мне вот amazon конечно понравился я в восторге единственная мужского что это низко квалифицированная работа команда моя была простая но люди очень воспитаны у нас очень такая дружная обстановка конечно же с моим предыдущим местом работы я не могу сравнить это небо и земля непосредственный мой руководитель и вот эти менеджеры диспатчи их называют да и там трое по-моему четверо четверо мы как как мы как друзья вот то есть они я же еще сама по себе стеснительная да я еще наш как-то сторониться хочу они не даете страницу не зашивороты сюда я даже помню случай такой был начальница пишет то есть был митинг потом все разъехались она мне пишет татьяна когда сегодня я выпуск выступала на митинге я обратила внимание на твое лицо оно было очень хмурое ты разозлилась на меня тебе что-то не понравилось а почему ты была такая вот типа такая недовольная скажи в чем дело в чем дело может быть я что-то сказала неправильно может быть что-то еще там а я же это оружие все время строю они там на митинге говорят а там же ну как это огромное здание и плохо слышно а я еще так ухо подставлю и вот так вот типа чего так ухо такая чего она сказала я пытаюсь перевести чего она сказала и она видать поймала мою мимику который никакого отношения не 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 имеет к настроению я просто так я думаю чего она сказала как вот это слово переводится так это подумал что я короче лицо потому что я злюсь на нее я так смеялась я говорю ты чё но она заметила что я достаточно прямолинейно говорю ты прекрасно знаешь если что-то я если что-то меня не устраивает или у меня возникает какой-то вопрос я бегать не буду я тебе сразу в лоб скажу когда да да я знаю типа это спасибо что ты ответила мне говори мне все что все что тебя тревожит все говори мне вот и он говорит извини я наверно плохо тебя знаю потому что я мало времени с тобой провела я понимаю наша работа такая бизи но типа такая занятая что я хочу больше времени тебе уделить чтобы тебя понимать но у меня не всегда получается очень приятно очень приятно сейчас я подъезжаю по-моему это плацман или луисвилл на этой 1 мы да я предположу что это луисвилл такой райончик и вот есть дорога она асфальтированная и есть закрытый нейбор то есть закрытый поселок туда не проедешь там дядька сейчас увидит что я снимаю я опущу камеру потому что варнуку мои видим это водичка моя и у нас двери открыты слава богу здесь нам просто повезло у нас двери открыты а так здесь не доедешь тут двери всегда закрыты и вот это один из самых нелюбимых мест где бы я хотела работать потому что когда я приезжаю здесь всегда темно вот сегодня мне повезло ой ну так красиво и смотрите вот днем здесь красота птички тут смотрите какая красота в небраске как будто ты в колорадо на мгновение попал но я все время попадаю здесь вечером то есть здесь темно можете себе представить закрытый район а фонари нету и поэтому есть здесь твой блин так классно птички ой обалдеть и ездишь по темноте я конечно не скажу что в каждом доме есть собака но вы знаете в америке собак любят вот смотрите в небраске какая красота зимой здесь не очень почему я не любит там не почему я не люблю потому что здесь темно вечером и подъездные дороги к домам очень скудные мне на грузовой машине тяжело подъехать вот но я предполагаю что здесь живут исключительно люди которых миллионы я думаю что это миллионеры потому что здесь только одна земля сколько стоит он остановился вот этот дом его ненавижу наш там далеко идти дядька пешком идет я туда прямо заезжаю я заезжаю выезжаю он думает вот ленивая не может пройти а я так думаю ничего себе сколько я там должна до этого дома топать не делать ничего что ли кстати по правилам фидекс amazon юспея поиспес и пиес мы не имеем права в почтовые ящики складывать почту свои товары это запрещено законом штраф 10 тысяч долларов поэтому именно вот эти компании которые я перечислил видите здесь свои озера вот это это все часники здесь вообще шикарно конечно шикарно учу ему в поле не строилась вот здесь он будет строиться штраф 10 тысяч долларов и если и спец пожалуется и у него будет основания то amazon легко можно натянуть на 10 тысяч долларов за один почтовый ящик здесь горы горы и вот здесь сейчас дом будет строиться прямо на холме и поэтому вот ну неудобно ездить неудобно ездить это вот только основная дорога а к дому вообще узкая дорожка не проехать не пройти и поэтому мне очень неудобно и все закрыто и пешком ходить страшно мне все время кажется что сейчас из-за угла выскочит собака и схватит меня за ногу вот до этого мы с вами были в месте где тоже приспасен где частная собственность она охраняемая здесь вот еще более видите здесь очень много новых новостроек вот раз там и на горе дом строят здесь вообще закрытая зона здесь очень здесь всего лишь одна дорога я вообще не понимаю как они по одной дороге туда-сюда здесь гололед я вас умоляю и здесь дождик пройдет и кататься можно но здесь шикарный вид живут в лесу вода рядом вы видите сколько воды это все вот там озера и река это ну для глаз это вообще бальзам для организма здесь я считаю что очень полезно жить правда близко железная дорога и в тот дом я тоже ездила я вот когда я начала на амазоне работать я вот тогда и задумалась что небраска это что-то особенное ребята небраска из-за нашего недалекому недалекого ума она недооценена нами но на самом деле я думаю что в небраске так куда-то я уехала пока с вами болтала так восемьдесят пять что в небраске ой 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 как даже много много интересного и есть какие-то уникальные вещи которые нам стоит еще с вами раскрыть так просто в плохом месте в бедном да никто не будет жить и небраска далеко не бедный штат хотя все говорят ой там зарплаты еще что-то как-то ничего подобного здесь очень даже приличные зарплаты и очень даже приличный уровень жизни просто люди неправильно судят неправильно рассуждают неправильно оценивают ситуацию зарплата я думаю все будут интересоваться зарплатой зарплата составляет на данный момент шестнадцать пятьдесят в час ну соответственно умножайте шестнадцать пятьдесят в час за четыре дня я получаю семьсот то ли семьсот двадцать восемь то ли семьсот что-то такое короче больше семьсот но налоги забирают получается шестьсот там по-моему шестьсот округленно я получаю при этом когда я провела анализ почти все всегда я заканчиваю раньше вот только когда был крисмас горячие дни тогда вот мы как бы бывало и задерживаемся там пару раз я задерживалась больше чем десять часов работала а так в основном тык впритык и получается что вот когда крисмас закончился вот этот спад пошел резкий спад объемов работ как бы я не старалась я всегда раньше заканчивала работу кто-то еще раньше заканчивал и когда я посчитала своим умным своей умной головой у меня получилось что у меня девятнадцать в час девятнадцать двадцать двадцать бывало не так часто в основном девятнадцать то есть вы понимаете тебе дают как за полный рабочий день но ты свою работу выполняешь раньше и у меня получалось девятнадцать в час оно и сейчас так есть но вы понимаете что некоторые двадцать один получает в час он пришел за четыре часа всю свою работу выполнил и пошел домой получается он на работе был всего шесть часов или там пять часов потому что некоторые парни ну очень быстро работают я только посмотрю он уже все я еще блин так даже двадцать процентов свою работу не сделала он уже все закончила у него там знаете ему много кто быстро работает и их и много нагружает вот у нас был обед обед всего лишь тридцать минут и два брейка по пятнадцать минут он стоит машина на которой я работаю я с макдональдса теперь макдональдс мой друг у меня перерыв сегодня горячий день капец у меня сегодня больше двухсот двести двадцать пакетов больше 142 142 остановки вообще жарко весело прикольно но это все относительно я вас умоляю буду сидеть кофе пить и побегу работать вот в общей сложности вот такая общая картина об амазоне я конечно же всем рекомендую попробовать с амазоном если уж я смогла туда устроиться я вам ребятки говорю что туда и смогут многие устроиться серьезно вот конечно же я не уверена что я буду там работать это работа абсолютно далека от того что мне нужно но вот в предновогодний период в первый посленовогодний период потому что вы знаете что новый год здесь это большие растраты мне амазон сделал хорошую службу и мой муж удивился кстати зарплату платят здесь еженедельно каждую неделю тебе приходит чек или на руки ты можешь чек получать или на счет например там первые три чека ко мне приходили на руки а потом когда я уже несла свои данные они на на наш общий семейный счет приходили то есть у нас с мужем общий да вот этот счет вот и он сказал что-то у вас как-то в амазоне странно каждую неделю говорят деньги приходят ну это же хорошо это хорошо вот а так если например в амазоне очень приветствуется работать сверхурочно вот кто у меня работал они работают по пять по шесть дней то есть один день выходной берут он они тысячу в неделю делают я у них спрашивал гучу грудь от 1000 в неделю да потому что когда ты овертайм до называется когда ты больше чем 40 часов в неделю работаешь тебе бонусы еще платятся но это по закону тебе должны как сверхурочно еще больше тип в час платить чем в обычное время вот и кто работает по пять по пять по шесть дней в неделю пошли по моему кто шесть я не считала и так спрашивала пару раз хотя спрашивать тоже нельзя я уж так там втихаря просто мне интересно тысячу в неделю делает нормально поэтому можно устроить себе и мне кажется для иммигранта это идеальная работа вот для на для иммигранта для студента мне например понравилось и нет никакого давления и здесь создаются такие условия для работы чтобы ты сам был заинтересован хорошо выполнить свою работу и ты сам был заинтересован быстро ее выполнить и чистота ребята здесь тебе дают спецодежду могут несколько раз тебя сколько раз попросишь столько и дадут новое все хорошее здесь отличная очень много плюшек дают очень много плюшек это значит то крема раздают то какую-то еще спецодежду футболки там раздают то значки раздают то жилетки шапки обувь тоже раздают хорошего в качественная еду очень много предлагают очень много снеков очень много воды то есть очень много бесплатных таких моментов которые делают твой рабочий день как-то облегчают вот что еще сказать давайте наверное вы будете задавать вопросы и как в предыдущем видео я буду отвечать на комментарии или я буду подводить какой-то резюме комментариям то есть высказывать свое мнение по тому или иному поводу это будет очень даже интересно и так на сегодняшний день работа в амазоне считаю классным опытом не уверена что я отобираюсь там быть долго все-таки это работа для молодых и четвертое для четвертых хватит и первых трех потому что видео и так очень длинная кстати еще один минус скажу почему я вот негативно отзываю но не то что негативно это минус для меня я короткая метр шестьдесят пять а вены повыше да и приходится прыгать ладно залазить кстати у меня фигура подтянула знать так мускулатура и так выдержка чувствуется что она такая физическая нагрузка не запчем в марте так не получалось а здесь чувствуется что ты встаешь это как зарядка приседания но когда ты спускаешься с вена тебе мне надо прыгать потому что у меня короткие ноги для этой машины и буквально через неделю даже раньше у меня начали болеть колени потому что ты прыгаешь нагрузка на коленные чашки и сам думаю что это связано с тем что мне там вес лишний или я там еще что-то я же любопытная ребята я я там в ухо всем залезла я всегда задаю 155 вопросов потому что меня всегда интересует твоя точка зрения меня всегда интересует твой взгляд твой опыт и я короче там у всех все поспрашивала я не встретил ни одного человека который бы сказал что не проблем с коленями так что как бы есть такая такой момент что стама вот или приловчиться надо или как но я так думаю что такому возрастному человеку как мне это грозит последствиями серьезно потому что здесь уже знаешь когда тебе под 44 до или товарищи мне 44 через пару месяцев сложновато вот такую активную деятельность сделать вот в этом плане это это жирный минус жирный минус моей жирной попе вот поэтому думаю одна из основных причин почему я должна покинуть это работа это физическое несоответствие и второе это опять низкоквалифицировано буду буду кем я буду забыла капризной девочкой надо надо быть капризными чтобы добиваться своего не обязательно всегда быть умными и упертыми на этой приятной ноте с вами распрощаюсь встретимся в следующем видео пишите комментарии пишите 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 я все читаю и каждый получит свою порцию все пока и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok